Всем огромный привет! Доброе утро, ребят! Сразу хочу всех поблагодарить за активность, за то, что смотрите, за то, что пишете много комментариев. Я сегодня все почитала, утром встала, почитала под рождественским видео. Было там, конечно, такое, что мне там за бабушку пишут. Ну, блин, от этого, видимо, никуда не деться. Но спасибо за кучу поздравлений, за приятные слова нашей семье. Мне приятно было, нам очень приятно, что вы проявляете эту активность, за то, что вы подписываетесь, и нас уже почти 40 тысяч. Спасибо вам огромное! Для меня, знаете, давно стояла цель. Два года мы уже на Ютубе не быстро развиваемся. Вы знаете, не стремительно, как это бывает. Кому-то везет, а кому-то нет. Хотя мы много чего пробовали снимать, да, но... Для меня стояла цель сначала, самая такая глобальная, набрать 50 тысяч подписчиков. Для меня казалось, что, ну и кажется до сих пор, что 50 это уже уровень. Что от 50 недалеко до 100. А 100 это уже все, я могу успокоиться, что я действительно добилась небольшого успеха на Ютубе. Для меня это тоже важно, потому что, если чем-то вот занимаюсь продолжительное время и получаю от этого удовольствие, значит, я должна в этом добиться хотя бы малейшего какого-нибудь успеха. Вот тоже самое с танцами, что я вот пошла и стараюсь, стараюсь, и чуюсь, и мастер-классы хочу посещать, и участвую в конкурсах для того, чтобы добиться успеха. Потому что я не вижу смысла заниматься каким-то делом, еще раз, которое тебе приносит удовольствие, не добившись в нем чего-то, не ставив себе каких-то целей. Ну, на Ютубе у меня тоже стоит цель 50 тысяч, поэтому стараюсь каждый день выкладывать видео. Сейчас, вы заметили, мы стараемся выкладывать чуть больше, чуть чаще. Вот, надеюсь, вам нравится такое вот, что нас немножечко больше, чем обычно. Вы можете написать в комментариях. В общем, я сейчас буду завтракать, и, знаете, уже много успокоилась, что праздники закончились. Рождество, Новый год, Челя, потому что, как-то, знаете, праздников ждешь. Они проходят стремительно, а ощущение после них такое, немножко опустошение, и вот это вот со здоровьем не очень, знаете, типа, кучу всего съел, там где-то выпил, все это вот так вот, такой сплошной колыболек. Ну, и как-то хочется уже ощущения какой-то свободы, обычных куриных ножек на ужин, да, никаких вот этих вот обильных приемов пищи, потому что это действительно сказывается на здоровье и на внешнем виде. Поэтому я рада, что праздники закончились, вот, но все-таки не до конца, потому что, как вы знаете и как знают многие зрители, у меня день рождения в пятницу. Ну, я жду этот день, потому что все-таки единственный день в году, когда все внимание приковано к тебе. По большей части, да, это всем приятно, только неприятно тем, кто вообще не любит внимания со стороны других людей. И отмечать я собираюсь с 13-го, потому что 11-е выпадает на пятницу, сестра работает до вечера, и Леша и Женя работают, ну, не до самого вечера, но они будут уставшие, то есть я не планирую на 11-е отмечать. Плюс я пойду все-таки на классическую хореографию в этот день, поэтому все отменяется. В субботу у меня мастер-класс, Карина тоже работает в субботу, а я не хочу праздновать без сестры, поэтому перенесла все праздновать, ну, в 13-е, уже продумала меню, как-нибудь в отдельном видео мы с вами его обговорим, потому что, ну, вроде бы, интересное я придумала. И я позвала Самвел в гости, пригласила его, потому что я звала его уже не первый раз на свой день рождения, и у него никогда не получалось, потому что то работа, то чем-то занят. Я его прекрасно понимаю, потому что, ну, он человек занятой. Вот. Но я все-таки очень надеюсь, что у него получится приехать, потому что мало мы с ним пообщались все, я за ним очень скучаю, мы видимся редко, очень редко. А если видимся, то это застолье, которое, как бы, знаете, пару часов длится. Не успеваешь с ним поговорить, узнаешь что-то. Я просто помню те моменты, когда Самвел приезжал к нам домой, ну, когда мы вчетвером все жили, еще в Кировске, наверное. Он приезжал к нам на каникулы надолго, неделя-две. Мы Новый год вместе встречали и праздновали Рождество, ему день рождения. Ну, совсем было все по-другому. Ну, это было очень давно, и сейчас кажется, что этого даже и не было. Поэтому я очень жду его в гости. Надеюсь, что он приедет. Вот. У нас, кстати, так-то замело все. Смотрите, сколько снега. Очень много. Машинки все в снегу. Это сейчас людям расчищать, представьте, после вот этой вот ночи морозной, расчистить весь снег с машины. Сегодня всем на работу. Ребят, держитесь. Я знаю, что многих я раздражаю тем, что я не хожу на работу. Ну, пока я себе могу это позволить, я не хожу на работу. А те, кто работает, ну, держитесь, ребят. У меня, кстати, есть вот такая вот гадость, которую я купила не так давно, не так давно, за которую на меня вечно что-то говорят, но делаю я это реально редко. Вот сколько я видео показываю, можно вычислить, что я очень редко пью Петровскую слободу. И то, если я одна зайду в АТБ и начну вертеть головой на кассе, потому что именно на кассе они продаются. Больше нигде, по-моему, не продается Петровская слобода. Ну, это вкус университета, потому что мы в бульвере постоянно пили Петровскую слободу. Я ее очень люблю, ведь здесь у меня карамель. Я когда-то делала сторис в Инстаграм и выставила там Петровскую слободу и сказала, что самый сложный выбор это выбрать вкус. Вишня, мороженое, карамель, что-то такое. Мне там все начали писать активно, то есть не одна я это люблю, так что это все нормально. Вот. И за Инстаграм сразу зацепила. Спасибо всем, кто написал поздравления. Я еще никому не ответила. Я не знаю, когда отвечу, потому что надо сесть и отвечать, отвечать. Очень многие написали, и я не успеваю просто всем ответить, особенно когда там спрашивают за рецепты еще что-то. Это для меня тяжелые вопросы, потому что не могу побежать сразу к Паме, выпытывать рецепты. Знаю, что в комментариях спрашивали за пирог. Это рождественский пирог по Ирине Подолян. Мама даже говорила в видео, что готовила по ней. Ну, знаете, друзья, я вам так скажу, наверное, это не по моему вкусу пирог. Мамочка, не в обиду. Мама все приготовила классно. Она же и по рецепту готовила. И видно, что сделано все идеально. Но меня, видимо, не впечатляет огромное количество разнообразных цукатов, изюма, орехов всего подряд в пироге. Вот, получается перенасыщенный вкус. И мне что-то как-то горьковато. Может быть, это шоколад, или какой-то сухофрукт отдает. Я даже не знаю. Выглядит он, конечно, впечатляюще, и очень сытный, и разнообразие вкусов. Я просто люблю, когда, наоборот, поменьше. Вот у меня и с тортами так. Бывает, когда в торты, знаете, кладут кучу начинок разнообразных, разные вообще крема, коржи, и это начинает раздражать. Слишком много вкусов. Ты не можешь уловить. Вот. Поэтому мамочка молодец, конечно, что приготовила такой богатый пирог, но он не совсем не по вкусу. Поэтому, когда будете искать рецепт, если захотите приготовить, учитывайте, что это на любителя пирог, что действительно очень много здесь добавок. Возможно, вы просто что-то уберете, вот и все, приготовите по своему вкусу какому-нибудь. Я, знаете, где часто зависаю в ВКонтакте? Восточные барахолки. Восточные барахолки – это очень популярная группа. Это, если что, не реклама, это для тех, кто, возможно, занимается танцами восточными. Она, по-моему, русская, по-моему, российская группа, но тут продают и в Украину вещи, как бы, ну, вот так. Здесь 10,5 тысяч подписчиков, и каждый день выходит примерно по 60 новых записей, продаются костюмы, продаются всякие там атрибуты для танца. Вот, и я захожу постоянно сюда. Не знаю, зачем. То ли просто ознакомиться, какие костюмы продаются, какие шьются, за какие цены их вообще продают. Вот, ну, это интересно. Поэтому, если вы тоже занимаетесь танцами, и у вас не куча средств, чтобы купить новый костюм, потому что не очень дорого стоит, особенно пошив, зайдите и вот посмотрите здесь. Думаю, каждый для себя что-то найдет. Это так, полезный советик. Я, кстати, теперь каждый день два раза на день бью карвалол. О, зашибись веселуха, потому что от меня пахнет потом как от бабули моей. Просто у карвалола такой специфический запах. Реально мне напоминает бабушки вот эти тумбочки с лекарствами. Это, конечно, ужас. Но он мне немножечко помогает, потому что вот это вот опять дышать тяжело. обострились немного проблемы сердцем, и, наверное, я на днях пойду к врачу. Даже не знаю, кардиограмму, УЗИ, чего там надо делать, все надо делать, потому что... Ну, тяжело, знаете, когда постоянно такая проблема. У меня бывает просто обостряется, то ли нервы, то ли волнение, то ли еще чего. И, в общем, вот такие вот дела. Неприятности. Как классно выходить после ванны. Чувствуешь себя просто заново родившимся, свежим, вымытым от всей грязи и негативных эмоций. У меня реально всегда такое ощущение, что после ванны выхожу как новая просто. Ну, особенно если я пользуюсь потом всякими пахучками. Я, конечно, в процессе всегда пользуюсь пахучим скрабом, но мне этого мало. Я всегда выхожу и пользуюсь парфюмированными лосьонами, потому Дедушка Мороз подарил мне Викторию Сигретт. Вот такой лосьон. Я сразу хочу предупредить тех, кто захочет себе такой купить. Он называется Кокосовое сияние. На самом деле пахнет гуавой и сандаловым деревом. Здесь в составе гуава и сандаловое дерево. Чтобы, если что, вы не думали, что пахнет он кокосом. Пахнет совсем по-другому. Такой серьезный парфюмированный аромат. И за что я вообще люблю лосьоны и часто ими пользуюсь? За то, что можно просто намазать все тело, надеть одежду и не пользоваться духами, потому что пахнуть будешь нереально. Все тело пахнет, одежда пропитывается запахом, и ты благоухаешь. И мне очень часто люди говорили комплименты или спрашивали, чем ты так классно пахнешь. А это был всего лишь лосьон. И за это я люблю именно Викторию Сигретт, потому что они парфюмированы, у них очень богатая линейка, очень классно пахнут. Я, конечно, мало еще пробовала, но хотелось бы попробовать большое количество их лосьонов. И потому без лосьона я не представляю ни один прием в ванной. Обязательно пользуюсь потом. Только лосьоном я мажу практически все участки тела, кроме тела на участке от колена. То есть бедра я мажу всегда только кокосовым маслом. С того момента, как мне его прислали, потому что для тех участков кожи это масло полезно. Вот. Вообще я обожаю линейку Викторию Сигретт, ну не линейку, а саму марку. И очень жалею, что у нас в Запорожье нет отдельного магазина Виктория Сигретт. Вот. Это меня расстраивает, потому что мне вообще очень нравятся их лосьоны, их спреи, то, что они выпускают. Я слежу периодически за тем, что они выпускают. Одежда, купальники, сумки, косметика. Очень многое хотелось бы попробовать. Приятная цена у этого магазина. То есть не заоблачная. Это можно себе позволить иногда. Ну и, естественно, дизайн. Все розовое, все такое классное, девчачье. И больше всего меня расстраивает тот факт, что сейчас мне 22 будет. То есть это самый подходящий возраст для этой марки, для Виктории Сигретт. Я считала, что она для молодых девчонок. Тут уже тоже сугубо личное дело. Я никого не хочу обидеть. Но все-таки я считала, что марка больше рассчитана на девушек, вот, моего возраста примерно. И очень жаль, что у нас этого магазина нет и не можешь себе ничего оттуда купить. Я никогда не заказывала с официального сайта и хотелось бы, конечно, попробовать. Не знаю, пишите, кто заказывал, кто рисковал, потому что цены там хорошие, там оригинал. Вот. Мне очень понравилось там платье. Я видела недавно платье. Такое простое, на тонких лямках, коротенькое платье, блестящее. Вот оно какое-то, как, я не знаю, просто потрясающее. Вот я бы его с удовольствием купила. Или какую-то сумку у Виктории Сигретт. Но я как-то боюсь заказывать оттуда. Я не знаю, как правильно там делать. Это все-таки с Америки. Ну, в общем, если кто-то знает, можете посоветовать. И очень жаль, что у нас нет этого магазина. Я не помню, по-моему, он в Днепре есть. У нас его нет. Что-то как-то мы совсем отстали. Я надеюсь на то, что новый торговый центр, который вот у нас открывается на Пушкино, откроет себе Виктория Сигретт. Я просто разговаривала с продавцами, которые работают на островках. Они сказали, что открыть магазин это очень дорого. То есть, они как бы продают спрей, пижамы, купальники, заказанные, якобы, с магазина. Но я не верю, что там оригинал, потому что, ну, видно на купальниках и на пижамах, что это, скорее всего, реплика. Вот, или подделка. А спреи, лосьоны там, да, видно там и по составу, и по биркам всем. И, ну, тут видно. И цена у них по 400 гривен. А на сайте Виктория Сигретт они стоят по 160, по 200 гривен сейчас. То есть, это нормальная цена для того, что их заказали и продают на островках. Вот. Так что я надеюсь, что в новом торговом центре откроют. Да, очень интересно посмотреть, что там будет. Но там будет просто торговый центр, то есть, даже не развлекательный. То есть, открываются новые, а делать там, походу, будет нечего. Только очередные магазины и все. Но с людям, в принципе, развлекаться негде. Очередной торговый центр. Нам их просто мало. Тяжело благоухаю и мысленно собираюсь на индивидуальное занятие. Наконец-то сегодня танцевать. Увидимся с вами попозже, ребят. Всем хорошего настроения. Держитесь, кто на работе. Я с вами. Скоро рабочий день закончится.